а вот чудо земли я пересевала его уже в стаканчики стаканчиках он пророс в хате а потом тоже выставила его на подоконник веранду но тут конечно тепло и моют видите ножки уже такие длинные поливаю его спринцовкой каждый день бывает по два раза только сверху по чуть-чуть по чуть-чуть сверху поливаю чтобы не было черной ножки потому что дренажа я не делала вот и так нормально я никогда не делаю дренаж вот так вот поливаю по чуть-чуть дома киеве ложкой поливала тут спринцовкой так вот чуть-чуть полила так чтоб только земля почернела и все и хватит так будет ему хорошо вечером еще раз вот так по чуть-чуть об намочила что только земля почернела и все потом чуть попозже подсыплю земли буду высаживать прямо в грунт уже без пикировки в рамы не получилось в этом году у меня с рамами этот сорт но ничего посмотрим когда он созреет первый первый плод это еще конечно зависит от того какой будет июнь если июнь будет холодный то будет позже вот еще раз так под покапаю покапаю и все и вот это весь полив помидоры в стаканчике я посеяла позже чем в рамы в грунт так в рамах намного меньше эти помидоры а тут такие здоровенные шуху час высаживай сделаем вывод что лучше садить стаканчиках правда много не посадишь но для себя достаточно 29 мая зацвел ранний сорт чудо земли это высокорослый сорт сеяла его поздно в стаканчике уже селе потому что в киеве посеял он почему-то у меня пропал не знаю почему семена видимо были плохие или что и вот он уже зацвел пожалуйста смотрите первый цветочек 29 апреля 8 июня вот этот же кустик которая показывала цвет вот у него уже на месте того первого цветочка вот такая уже завязь есть 22 есть помидорчик один побольше один поменьше ой даже 3 и вот такой мосюсенький есть до наш кустик 20 июня на нем уже два плодика два плодика но это конечно немного на новачке уже больше плодов намного ну новачок это низкорослый сорт а чудо земли это все таки высокорослый сорт вот я оставляю вот эти пасынки нижние 12 оставляю вот и обламывай верхушки когда зацветут они нижние пасынки получается нижние пасынки ближе всего к земле и плоды на них тость созревают быстрее вот а вверху все пасынки обрываю потому что если не обрывать то будет лес этот лес созреет ну разве что к новому году